всем привет друзья вы на канале sky top games и это небольшой новостной блог касаемо игры за айл и время перед началом как обычно хочется выразить огромную благодарность всем нашим донатером и спонсором за вашу финансовую поддержку канала спасибо друзья ну что же разработчики за айл опубликовали живую дорожную карту и сопроводили ее следующим сообщением островитяне мы рады представить нашу новую дорожную карту которая предназначена для того чтобы предоставить вам четкий обзор наших текущих усилий по развитию игры мы разделили части дорожной карты на несколько стадий важно понимать что эти части в рамках каждой стадии не будут выпускаться как одно большое обновление вместо этого они будут становиться доступны с более частыми небольшими обновлениями которые со временем завершат нынешнюю стадию разработки мы также приняли решение удалить с дорожной карты некоторые масштабные элементы такие как старейшины и мутации однако они все еще находятся в активной разработке также важно отметить что с выходом контента нововведения будут выложены на дорожную карту как часть обновленного видео в том же формате прежде чем пойдем дальше давайте обозначу четко чтобы потом меньше меня спрашивали ребят обозначенные стадии это и есть обновление 7 и 8 но только вместе а дорожная карта по мере дальнейшего пути развития будет также выходить и обозначаться как многие поняли роликами на официальном youtube канале разработчиков так как трэлла они закрыли то есть дорожную карту они и канал удалили road map updates теперь у нас будет видео до видео дорожная карта но может быть конечно что то изменится я не знаю пока что будем следить продолжим дальше мы также хотим подчеркнуть что разработка динозавров идет и будет выпускаться по мере их готовности независимо от конкретных обновлений или какого-либо заранее определенного порядка вы не увидите их не на одном из этапов скорее вы станете свидетелями изменения их присутствия в дорожной карте когда они будут выпущены в дикую природу ради прозрачности мы переименовали перки в мутации мы также хотели бы предоставить информацию о том как владельцы серверов сообщества смогут настраивать эту систему чтобы она соответствовала их предпочтениям возможность изменять значение мутации что позволит бафать или нерфить мутации как они считают нужным возможность выборочно отключать индивидуальные мутации которые по их мнению не вписываются в дух и видение их сообщества возможность отключать систему мутации вообще полностью нравится ближайших обновлений в данный момент разработчики тестируют новый hotfix 6.5 которые собираются выпустить как можно скорее сейчас тестируется улучшение стабильности администратора наблюдателя движение больше не будет заблокировано при рвоте дополнительные изменения статуса рвоты будут включены в следующий патч исправление направленных атак которые бьют в неправильные зоны динозавров ну а теперь пройдемся по стадиям что это такое что мы увидели в ролике хотя тут и ежу было принципе понятно да кстати на секунду прервусь за некоторую информацию выражаю отдельное спасибо своему осведомителю на канале сильвестру любовски спасибо а и прежде чем пойдем дальше не надо писать мне комментарии строчить в личку что типа skype вставляешь дизинфу и прочее господа оправдываться не собираю сразу отлетать в бан будете просто за оскорблением мне нравится не смотри удались иди черпай ту же инфу в в дискорде спрашиваю разрабов если ответят или еще где-нибудь к чему я это говнюки хейтеры токсики поймут короче люблю вас а теперь по стадиям что в них войдет и так стадия номер один white лист для частных серверов что такое white лист но вроде бы это как белый список который позволяет контролировать вход на сервер запуск get away новой карты светилища отсюда мне конечно частично было непонятно но немножко вразумив скорее всего это может быть какой-то тип биома или скорее те области на карте которые в первую очередь будут подходить для более мелких животных то есть для джу вов помните в каком-то ролике новостей я рассказывал вам о биомах кстати да их кстати punch packet с донди пока я показывал на стримах на твиче где растут вот эти всякие мелкие саговники где вас хищники просто не смогут достать да в таких биомах будут и угрозы собственно не забывайте про пчел о которых говорили по моему еще даже под новый год доработка яда и ночного зрения ну и конечно же погодные условия что по любому должно войти было в первую очередь как мне кажется стадия номер два дополнение функционала дэйна зуха апекс система честно я даже не знаю что это такое может быть они имели ввиду элдоров или старейшим кстати напишите в комментариях что вы думаете об этом далее дополнение функционала стегозавра да кстати помните я говорил вам о том что стегозавр будет удален с офф серверов видимо все таки они взялись исправить его функционал но здесь четко не указано что он будет на офф серверах кстати в личку кто-то писал что я снова писать мимо господа мимо идите пока далее указано материальные эффекты локации динозавров может быть это новые запахи или еще что-то для поисков динозавров помимо запаха следов и крови я не знаю ну и конечно система миграции до стадия номер три здесь мы видим error ошибка далее написан порядок выхода существ дилофазавр геререзавр диабло циротопс тиранозавр три циротопс овераптор майозавр кентразавр а теперь попробуем кое-какой собранной информации немножечко так уточнить да уточню сразу что это может измениться в будущем выход динозавров по всем стадиям первая стадия первая четверка это дилофазавр герера диабло циротопс и тирекс вторая стадия вторая четверка овераптор три циротопс майозавр и кентразавр а вот третья стадия скорее всего предположительно с точностью 80 процентов третья четверка алазавр магия розовар акроконтозавр и анкилозавр ну собственно если мы в этом году получим еще восемь новых динозавров в рима то это будет просто бомба еще с новой картой и с некоторыми новыми системами да и кстати сразу уточню вам что панч пакет сказал вов дисси что выпуск динозавров может начаться просто даже неожиданно проснулся ты такой с утра утром а у тебя обновление в стиме с новым динозавром или какой другой системы короче как по мне это круто тем что этим пора уже заниматься не ждать целого обновления по полгода раз в месяц хотя бы что-то новое чтобы игроки изучали бегали по карте они так ждали годами как многие пишут чтобы потом зайти в игру поиграть недельку-две и все бросить нахрен к чертям вообще как по мне я говорю всегда и в рима полна загадок и предположений а уж донди любит нам кинуть за травку последнее время а потом все переиграть на этом у меня все всем хорошего выживания взял в рима обязательно подпишись на канал прожми лайк колокольчик ну все дела ты знаешь а